Так, он спит или нет? Таким образом, на самом деле, можно его отлечь. Смотри, рядом с ним как раз брюходер лежит, скорее всего. Вот это вот, либо там справа. Еще одно знамя нужно обязательно сжечь будет. Бутылка брюходера. Спаси. И вино? Я хочу... Нет, это просто бутылка. Всем привет, меня зовут Александр. И у нас вчера вышла игрушечка Ghost of ETL. Вышла в Steam, игра довольно-таки дешевая. И сделана была очень маленькой компанией. Соответственно, там в разработке участвовало буквально 4 или 5 человек. Эта игра представляет из себя Адвентюру с элементами экшена и РПГ, в которой нам предстоит играть за маленького мышонка в мире мышей, где мыши и крысы являются правителями этого мира. Так что давайте начнем новую игру и посмотрим, что она из себя представляет. Вначале было зеленое пламя. Сила, лишенная сознания и поглощающая все на своем пути. Существа нашего мира давали ему отпор, но погибали одно за другим. И восставали марионетками изумрудного огня. И лишь крысы сражались до последнего, пока не погасили зеленое пламя в битве в Переклавской долине. Мэра. Мэра, где ты? И, собственно говоря, начинается сама игра. Я один раз запустил игру, чтобы просто посмотреть, хорошо ли она записывается, как здесь все происходит. Можно управлять с геймпадом, можно управлять мышкой. Я, честно говоря, даже не верю, что вот это вот все сделал на 90% один человек. Очень все качественно прорисовано. Давайте возьмем красную розу. Мы стояли перед бароном, и ваша жена Мэра стояла рядом. Он попросил сыграть отравленную чашу, и вы знали, что это не для веселья, а чтобы проверить вас. И вы сыграли. Но Мэра лишь смотрела барона прямо в глаза и молчала. Он было хотел ударить ее, но вы вскрикнули и метнулись к ней. А после лишь темнота. Сколько же дней прошло с того момента, в глубине души вы знаете, что она жива и что вы ее найдете. А пока вам остаются лишите цветы, воспоминания и вопрос. Почему? Итак, я так понимаю, что мы с вами в тюрьме. Здесь можно все подбирать. У вас осталось мало здоровья. Нажмите ТАП, чтобы открыть сумочку. Ого, нифига себе инвентарь. Здесь также можно найти информацию о заданиях и справочных сведениях. То есть, я так понимаю... Я, честно говоря, думал, что игрушек попроще будет. А прямо здесь, смотрите, как все круто. Задания, навыки. Пока что никаких навыков нету. Справочник есть. У нас с вами, что это, подсвечник. На голове какой-то капюшончик. Поясочек есть. Сейчас мы с вами только что подобрали еду. Вот, грибы. Можно слопать, подлечиться. Также у нас с вами есть кислое яблоко. То же самое. Можно подлечиться. В воде что-нибудь есть? Здесь пусто. В ночном горшке. Внутри ничего нету. И не нужно было туда заглядывать, на самом деле, огрызок. Слушайте. Это реально очень классно. Напробили прыжок. Смотри-ка, здесь у нас хлеб лежит. Да нас здесь неплохо кормят, на самом деле. И что это такое? Какая-то записка. Побег из тюрьмы. Сбегите из камеры. А, здесь, скорее всего, должны были быть буквы. Но из-за того, что включены русские субтитры у меня, видимо, не все хорошо проработано. Не до конца. Блин, он такой милый класс. Так камеру можно близко подвести. Я так думаю, что здесь записка с ключом. То есть, кто-то нам помогает. Ну, ладно. Я говорю, игра разработана там четырьмя-пятьми людьми. И есть отличный перевод. Ну, вот, видимо, какие-то косяки небольшие есть. Но я думаю, что, скорее всего, их исправят. Сундук. Выйдите из тюрьмы. Здесь, я так понимаю, все наши вещи. А, может быть, и не наши вещи. Свеча, свеча, капюшон из мешковины. Кстати, он лучше, чем тот капюшон, что у меня, или такой же? Капюшон из мешковины. Ну, в принципе, давай оденем его. Как? Ни одна мышь добровольно свой капюшон не отдаст. Сколько же чьих-то дорог здесь уже оборвалось? А, то есть мышки ходят в капюшонах. И мой капюшончик получше. Вот у нас здесь статистики есть. Хорошо, будем ходить в этом. Этот, если что, можно будет продать. Информация о заключенных. И никакой информации. Господи. Ну, ладно. Ничего страшного. Будем без записок пока что играть. Вы привлекли внимание стражника. Скорее подойдите к сундуку и спрячьтесь, нажав правую клавишу мыши плюс левую. Так, хорошо, быстро в него. Я понял. А, стражник это крыса. А мы мышка. Я уже сбежал, чувак. Все, меня здесь нету. Обломись. А, я надеялся, что он зайдет в камеру проверить. И я его там смогу запереть. Но нет. Он туда не пошел. А куда он ушел, кстати? Тихо. Все, вроде свалил. Я там дараканчика видел. Вы умеете очень быстро бегать на четырех лапах. Удерживайте левый шифт для рывка. Спасибо. Жук. Хорошо. Давайте быстренько все осмотрим. Здесь стражник там. Что это такое? Яблоко. Яблоко тоже собираем. Как же классная игра сделана. Секунду, там кто-то есть. Там нужно его спасти, наверное. С ним можно поговорить. Там значочек, да? Грибы. Все с вами подбираем. Могу открыть? Могу. Отлично. Но здесь ничего нет полезного. Ладно. Заберем зерно. Блин. Слушайте. Слушайте. Это очень круто. И игра стоит что-то там типа четырехста рублей. Вау. Многие дорогие игры выходят гораздо хуже, чем эта. Твердая палка. Хорошо сбалансированная. Для броска ломается с огромным треском. Палку можно использовать, чтобы отлить внимание или сбить с места какой-нибудь предмет. Нажмите Е, чтобы бросить. Нажмите колесиком, чтобы перебрать инструменты. И нажмите на само колесико, чтобы взять или отложить. Хорошо. Я понял. Но пока что ничего это делать не будем. Еще зерно. Черт. Я нажал Е по привычке. Ну, чтобы взять зерно, а на самом деле налево у клавиши мыши нужен рычаг от двери. Так. Кто такой? А, жучок. Спасибо. Твой дневник, да? Я могу тебя освободить, лягушонок? Старый пират. Хрен крысиный! С какого перебога ты валиваешься ко мне без спроса, мышонок? Ты хоть знаешь, кто я? Я и сам-то забыл. Ладно. Вы забыли свое имя? Постой-ка. Кероль Красный Ус. Вот кто я. Кероль Красный Ус ходил когда-то штурманом на озерной ведьме у капитана Отто Пороховая Бочка. Окей, продолжить. Ограбить меня пришел с крыгой мелкий. Ну, вообще-то нет, конечно нет. Терпеть не могу двух вещей. Как пахнет мышь и как пахнет ложь. Как мне очистить эту камеру от твоей вони? Ну, прошу, помогите мне. Да ну. С чего это мне тебе помогать? Ну, например, я могу поискать ключ от ваших цепей. Хотите на свободу? На свободу? А зачем она мне? Дурачок, что ли, совсем? Посмотри, до чего меня довела твоя свобода. Ну, и пиратства тоже немного. Нет, у меня есть тут все, что нужно. Влажный воздух, мух объездом можно и даже свой табурет. Хотя, все-таки, есть одна проблемка. В коридоре там дрыхнет охранник. Задуши-ка его. Чего? Что? Зачем? Он назвал меня пиратом. Но ведь ты же есть пират. Да, и горжусь этим. Но он так сказал, как будто быть пиратом это преступление. Разве это не преступление? Конечно, преступление, но я этого не стыжусь. Так за что же его тогда убивать? Он назвал меня пиратом. Так, так мы что-то по кругу пошли. Да-да, вот именно. Значит, придушишь, но я не убийца. Ну, пусть так. Тогда, может, стащишь у него для меня бутылку брюходера, а я подумаю, не помочь ли тебе. Ну, а что за примечание? Подожди. Спиртной напиток, который готовится с гнилой олеандровой древесины к его вкусу привыкает далеко не сразу. Кстати, вкус это первое из пяти чувств, страдающих при употреблении брюходера. Ладно, предположим, попытаемся у него что-нибудь украсть. А я могу тебе забрать твою книжку, нет? Секундочку, здесь у тебя что-нибудь вкусненькое завалялось. Вау. Я сейчас буду полдня восторгаться этой игрой, потому что сделано просто замечательно. Охранник это та крыса, если я не ошибаюсь. Так, что у меня есть? У меня есть свечка и у меня есть... Ничего больше у меня нет. Это что такое? Кандалы что ли? Или чего это? Нет, я не понял. Вообще ничего. Нам с вами нужно... Здесь очень темно, да. Нужен какой-нибудь свет. Это раз. Во-вторых, я случайно сломал эту палочку, она могла мне на самом деле пригодиться. Я могу сохраниться? Нет, здесь не могу, только в определенных местах можно сохраняться зерно. Так, слопать. О, я случайно две съел. Не надо было, хорошо. Ладно, ничего страшного. Секундочку, а как мне подкрадываться? Я могу как-то тихо ходить? Потому что он... А, он спит. Он спит. Попробуйте красться, чтобы двигаться тише. А, нажмите правую клавишу мыши, чтобы двиг... Черт, я случайно. Я случайно. Откройся, пожалуйста. Чтобы двигаться тише, нажмем правую клавишу мыши. Зеленый жук. Так. Грибы. Секунду. Давайте сначала сюда сходим, потому что здесь вон вдалеке что-то лежит. Тюм-тюм-тюм-тюм-тюм. Красный жук. Решеточка в полу. Бадья. Здесь нет ничего интересного. Свечка. А, здесь можно выбраться, интересно? Нет, там решетка. Сюда попасть. Отлично. Это спуск куда-то вниз. Но нет-нет-нет, секундочку-секундочку. Туда мы успеем сходить. Нам с вами нужно добыть... Нам нужно с вами добыть для этого пирата... Какое-нибудь... Черт-бедро. Я могу его положить аккуратно? Все, могу. О, я его могу положить и даже, наверное, встать на него. А для пирата нам нужно добыть для него брюходер. Знамя. Для этого нужно подсвечник. А, его типа можно сжечь? Подожди. Подожди, подожди, подожди. А, у меня же есть свеча где-то, инструменты. Вот свеча. Так, берем сюда. Сжечь. Знамя красной лапы. Символ деспотичного режима. Черт. Бежим. Черт. Зараза такая. А, нужно убрать, убрать, убрать. Убрать его. Все? Я понял, что просто нужно сжигать, чтобы, ну, видимо, ачивка какая-нибудь. Сжечь все эти знамена. Прикольно. Так, он спит или нет? Таким образом, на самом деле, можно его отлечь. Смотри, рядом с ним как раз брюходер лежит, скорее всего. Вот это вот, либо там справа. Еще одно знамя нужно обязательно сжечь будет. Бутылка брюходера. Спаси. И вино? Я хочу... Нет, это просто бутылка. Пустая бутылка из-под вина. Если метку бросить, то можно вырубить стражника, забывшего надеть шлем. Бутылка также подойдет для того, чтобы отлечь внимание или сбить с места какой-нибудь предмет. Хорошо. И закрыть... Вот так вот закрыть, я понял. Не через эскейп. Он, в принципе, не надел шлем. Ну, ладно. И как мне... Я могу в тебя бросить? Ну-ка. Ого. Класс. Прикольно. Секунду, секунду. Но оглушение у него будет не очень долгим. Давайте сделаем сжечь. Хорошо. Теперь идем сюда. Желтый жук. Сжечь. Грибы. Здесь все заперто. Я могу тебя обобрать. Подожди, 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 подожди. Не просыпайся. Не просыпайся. Я могу... Ключ. Забрали ключ. Побежали отсюда. Я надеюсь, что он меня не заметит. У меня закончилась выносливость. Я понял. Хорошо. Он там очнулся. И типа сейчас пойдет искать, кто это сделал. Или нет? Нет, просто дальше лег спать. Вау, классно. О, кстати, здесь еще одно знамя. Можно просто его сжечь. Да, колесико можно переключаться. Абсолютно правильно. Я надеюсь, что он сейчас сюда не придет. Не, не должен. Это очень далеко. Кстати, у меня свечка. И теперь я вот здесь вижу, что происходит. Этот ключ был от этого замка или нет? Да. Нам нужен ключ от стоков. А у нас какой ключ? Секундочку, я не посмотрел. Это огнива. Еда, книги разные. О, смотрите. У нас фигурка вашего маленького сына Брина. Ваша лютня. Ключи. Ключ от кричащей двери. И ключ от камеры. Хорошо, ладно. Интересно, кто мне положил ключ от моей камеры? Так, ладно. Давай-ка огниву лучше возьмем. Ага. Чтобы особо не палиться. Привет, я притащил тебе. Орабелый. Что это слово значит? Господи. Вроде как нерешительный, трусоватый. А, ну тогда... Что ты делаешь в моей камере, маленький орабелый грызун? Вот бутылка, которую вы просили. У него больше нет. Отлично. А теперь поднеси-ка бутылочку к моим устам. Ловко дернув головой, Керальт отправляет бутылку в полет. Пролетев через всю камеру, она попадает в стену и разбивается в дребезги. Что ты творишь, гад? Каждый раз, как этот скрыганно сосется горлодер, донимает меня своим чертовым храпом. Все, баста. Ты че, издеваешься? Я сделал все, что вы просили. Теперь вы мне поможете? Я дал слово пирата. А слово пирата закон. Я отвечу на пару твоих вопросов. Что в за него хотите? Перевод, конечно, да. Перевод не фонтан, но да ладно. Я ищу кое-кого, свою жену Меру. Она тоже мышь? Да, в капюшоне. Ха, тогда кто знает. Вас ушастых восстатых и так нелегко различить. А уж в ваших дурацких шляпах да капюшонах. Прочитать промечание. Мыши очень гордятся своими шляпами и капюшонами. Причисляя их к самому ценному имуществу, как они отражают их профессию и социальный статус. Уважающие себя мыши ни за что не позволят, чтобы кто-то, кроме супругов, увидел их без головного убора. Говорят, например, что захватив городскую дозорную башню в знак протеста против тяжелых условий труда, мыши-горники Хьюма сбросили свои капюшоны. Этим они продемонстрировали всем серьезной ситуацией. А также затруднили солдатам красные лапы последующие опознания бунтовщиков. А, видимо, ну, мыши же все друг на дружку, наверное, похожи. Ну да ладно, неважно. Так, значит, вы ее не видели. Я же говорю, тебе привели одного. Ладно. Это был твой первый вопрос и мой первый ответ. Вот зараза. Вот зараза. Скажите, это вы помогли мне сбежать из камеры? А кандалы тебе ничего не говорят, мышонок? Как думаешь, я мог это сделать? Ну, да, глупый вопрос, извини, вряд ли. Вот так-то, да и мог бы, не помог. Ладно. У тебя еще два вопроса. А, еще два вопроса. Что это за место? Это крепость Тающей Башни на берегу озера Ваэля. Примечание. Уже много веков крепость на Дуинлановых высотах защищает восточный берег озера Ваэля. Некогда прекрасная твердыня давно пришла в запустение. Теперь ее главный враг не хорьки-разбойники, а кислотные воды озера, медленно разъедающие скалу, на которой стоит крепость. Именно поэтому местные жители прозвали Дуинлановые башни Тающими. Начинай обвыкаться. Ладно. Остался один вопрос, мышонок. Не потрать его зря. Вы знаете, мышиный язык это бред. Сколько я уже здесь? Дай подумать. Ну, 10 дней это уже наверняка. Ты был без сознания, что тот чурбан. Ладно. И хватит с меня. Мы в расчете? И все? Да вы мне толком ничего не рассказали. Больше, чем ты заслуживаешь, скрыганье благодарный. Вам не кажется, что вы мне немного больше должны? Фу. Все, что с меня причитается, придуши тебя как следует. И как это интересно у вас получится? У вас одна здоровая нога осталась. Для такой дерзкой мыши мне и двух пальцев хватит. Гадкий мелкий. Ладно, вот что. Посмотри сзади меня в горшке. Там может найтись парочка флоринов, а не твои. Ммм, что за это монета так? Флорины являются официальной валютой пяти крысиных провинций. Чеканец монеты достоинством 1 флорин 5 или 10. Сырьем для них служит природный сплав серебра, золота и меди, добывающийся только в Сарастанских горах. Ладно, спасибо. Посмотрю. Чтобы от тебя отделаться парой флоринов, мне точно не жалко. Ладно, мне пора, до свидания. Смотри, хвост дверью не прищими. Прикольненько. В горшке за тобой. Все, что, прикольненько. Он тут сидит действительно на тубреточке. Я только сейчас это заметил. А, вот она, ночной горшок. Здесь один флорин, дружи. А, нет, три флорина. Отлично. Господи, как же классно это сделано. Я просто влюбился в эту игру. Это очень мило, это очень круто. Интересно, играется легко, красиво. Если тут и дальше все так классно будет сделано, мы с вами обязательно будем проходить эту игру полностью. Потому что, потому что это просто класс. Так, мы с вами заполучили... Стопай, тихо. Да, я понял. Мы с вами заполучили парочку, парочку ключей. Вот только что от чего, непонятно. Бадзея ничего нету. Ну, жучонок, еще грибы. Здесь, в принципе, ничего, я так понимаю. А, смотри, вот здесь дверька. Здесь вам нужен главный тюремный ключ. Хорошо, ладно. Хорошо, ладно. Это дрыхнет. Здесь мы везде вроде все сожгли, да? Так, секундочку. Нам с вами нужно очень аккуратненько... Чего? А, он все-таки слышит. Во! Смотрите, я все понял. Когда мы с вами очень близко к нему подходим, срабатывает триггер и начинает заполняться ромбик, да? Ну-ка, спокуха. Я вот эти бутылки подобрать могу? Могу. А эту? А, я могу все подобрать. Хорошо. Благодарю. Пойдем дальше. Интересно, от этой двери у меня ключ есть или нет? Кричащая дверь. Кричащая дверь. А он проснется, когда я ее открою или нет? Нет, все окей, хорошо. Все, пойдем. Ладно, пошли дальше. Я надеюсь, что я достаточно далеко. А, нет, нет, он слышал. Ладно, чуть подальше нужно отойти. О, жучок. Прикольно. Сундук. В сундуке ничего. Жучка. Нет, жучка забираем. Спасиба, жучонок. Отлично. Будет чем перекусить. Еще один. Еще один. Еще один. Еще один. Быстро, 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 быстро. Куда он идет? Куда он идет? Черт. Черт. Зараза, он просто здесь патрулирует. Все, я все понял. А давай-ка мы сейчас, знаешь, в наглость с тобой раз и сожгнем. Хе-хе. Это был не я. Это был не я. Обломись. Я так понимаю, что может быть и от него нужно какой-то ключик себе достать. Сейчас вот здесь нужно прокраситься. Я думаю, успеть прокраситься туда. Потому что он, скорее всего, вот-вот повернется в нашу сторону. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, спрятаться. О, прикольно, здесь спрятаться можно. Ага, понятно, сохраняться можно только в укрытии. Потому что раньше как-то это было не очевидно. Еще пару бутылок. Здесь еще один охранник спит, что ли? Или заключенная мышь? Секунду, непонятно. Здесь какая-то записка. Но ни черта не ясна, потому что мы не можем ее прочитать. То бурет брать не будем. Вот здесь где-то я рычаг видел. Вон рычаг. Попытаемся быстренько его дернуть. Ну-ка. Ну-ка. Тихо. Мне нужно спрятаться. Ну, например, в бочку. Ждем, пока пойдет обратно. И можно будет пошерудить по комнате. Ну-ка, секунду. Здесь закрыто. Свечки. Ох, можно было так собираться, оказывается. Ну-ка. Здесь много свечек. Можно сжечь еще одно. Сжигаем. Отлично. Зерно. Зерно. Благодарю. Смотри, здесь на столе что-то лежит. Ящик. Секундочку. Карты судьбы. В ящике что-нибудь есть? Ключ от серванта. Хорошо, спасибо. Забираем. Еще одна карта судьбы. Бутылки подобрать могу. Бутылки вы не можете взять с собой больше инструментов. Хорошо, ладно, я понял. Здесь у нас постель. Под постелью тоже, скорее всего, можно спрятаться или спать. Сервант. Здесь ничего нет полезного. Это ерунда. Да, вот от того серванта, скорее всего, ключик. От этого. Ну-ка, сервант. Открываем. И прячемся внутри. Скорее. Он мимо прошел, да? Ага, вот оно. Все путем. Ну-ка. Пиратская протупея. Давай, уходи. Вон ключ висит. Вон он висит, ключ. Я не обратил внимания. Он просто высоко, потому что он для крыс. И чтобы его забрать, мне, скорее всего, нужно вот здесь взять табурет, да? Так, пог... Ух ты, блин, он тяжелый. Он тяжелый, зараза. Так, ставим сюда. Быстро на табурет. Забираем с тобой ключик. Ключ забирай. Забирай. Ключ от площади двери. Это отсюда. Открываем. Пошли дальше. Есть. Здесь грибы, кажется, были. Нет? Ладно, может показалось. Впереди еще будет страж или нет? Одну секунду. Вау. Здесь вообще много всего. Так, смотри. Я вижу еще один... Здесь у нас с тобой палочки. Можно подобрать. Окей. И я вижу здесь еще одно знамя. Могу его сжечь или нет? Ну-ка. Ммм. А если вот сюда заберусь? И... Тихо, тихо, тихо. Я сказал заберусь. Я сказал заберусь. И вот поджечь. Нет. Может быть оно уже сгоревшее. Черт знает. Так, ладно. Давай посмотрим, что вот здесь в предупреждении. Жалко, что мы не можем эти сообщения читать. И мне нужно как-то попасть на ту сторону. Потому что, видите, у нас мост поднят. Мост поднят. Как мне попасть на ту сторону? Ммм. А я могу туда, например, палку докинуть? Ну-ка. А. Смотри. Я могу попытаться палкой, наверное, по лебедке попасть. Точно. Точно. Отлично. Давай еще парочку палок возьмем про запас. Да, чтобы сейчас потратили. Возьмем вообще, наверное, по максимуму. Все. Больше не могу. Хорошо. Возьмем. Вот это вот пока что выберем. Уу. Блин. Прикольно сделано. Слушайте. Блин. Как это все классно сделано. Какой же молодец. Разработчик. Я вот честно говоря, я не верю, что... Ну, нет. Не то, что не верю, я восхищен, что эта игра сделана одним человеком на 90%. Ну, так написано в описании игры. Банка с маслом, нужно фонарь, чтобы заправить, да? Давайте заправим по полной. С фонарем бегать удобнее, чем со свечами, я думаю. Отлично. Ваш фонарь заправлен. Пошли вперед. Столько всяких разных классных штук здесь добавлено. А здесь, скорее всего, где-то должен быть рычаг или что-то типа того, чтобы туда попасть. И вот там крыса, да? Спокуха. Но эта крыса не спит. Как мне мимо тебя пробраться? И вот здесь я слышу топот рядом еще одной крысы. Возможно, вот там наверху. Я вижу над ним бочку. Смотри, вон над ним бочка. Скорее всего, можно скинуть будет. Сейчас пойдем проверим. Ну, блин, если нельзя будет ее скинуть, это будет крайне досадно. Потому что в таких играх зачастую такое можно сделать. Так, этот уходит. Снизу меня не видит. Сейчас по-тихому, по-тихому. И там за ним еще одна дверь. Давай, 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 давай. А, здесь и прохода-то нету. То есть та крыса меня и, в принципе, увидеть не может. Спокойно. Давайте подождем, пока он уйдет отсюда. И тогда скинем. Идеально, блин, идеально. Классная игра, просто великолепная. Вам нужен ключ от тихой двери. Тихо, тихо, носовой платок. Ключ. Есть, забрали ключ. Здесь еще что-нибудь есть. Смотри, вот это нужно резко сжигать. Потому что, возможно, мы сюда не вернемся. Хотя нет, должны вернуться на самом деле. Должны вернуться. Сжигаем. Сжигаем здесь. И вот туда к двери. Отпираем. Хорошо. Спокойно. Мы сейчас, скорее всего, поднимемся с вами к тому, который наверху патрулирует. Да, вон он. Ты, надеюсь, сюда не ходишь? Черт. Не ходи сюда, пожалуйста. Не ходи сюда, пожалуйста. Иди дальше. Отлично. Нет, нет, нет. Он меня не слышит. Если что, давайте сразу с вами возьмем бутылочку в руку. На всякий пожарный. Чтобы, если что, можно было сразу его сходу оглушить. Да, нужно оглушать. В сундуке что-нибудь, капюшон из мешковины. Нужно было успеть до сундука, на самом деле, дойти и спрятаться в нем. Но да ладно. И так, в принципе, неплохо. Так, все в порядке. Так, носовой платок. Черт, черт, черт. Носовой платок. Больше ничего нету, да? Ключей нету? Никаких? Нет, нету ключей. Так, и здесь заперто. Главный тюремный ключ. Слушайте, это уже не первая дверь, которая требует главный тюремный ключ. Здесь рычаг. Здесь у нас что? Ого, здесь дофига всего. Здесь пуста. Карта тюрьмы. Если у вас есть карта текущего места, на нее можно посмотреть, нажав M. Шикарно. Просто идеально. Бортовой журнал. Я надеюсь, что вот это исправит. И мы в следующих выпусках с вами обязательно почитаем, что здесь происходит. Неспокойный мир. Так, секундочку. Вот сюда. Слушай, все прям, все-все-все собираем. Путь министреля. Горлодер, брюходер или что там такое? Тихо, аккуратно. Журнал учета. Дальше, 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 дальше. А, я его забрать не могу. Могу только почитать. Сердца сплетенные хвостом. Все забираем. Здесь можно поспать. Наверху что-нибудь есть? Я слышу рядом удары кирки или что-то вроде того. Рыба. Здесь банка с маслом. Это заправить можно. Зерно. Серванти пусто. Здесь все мы с вами собрали. Там еще зерно. Вот здесь вот. Тихо, прячемся. Все нормально. Давай сохранимся, Настяки пожарный. Вау. И теперь... Пошли дальше. Мы здесь открыли с вами дорогу. И это выход наружу. Выйдите из тюрьмы. Найдите таинственного... Слушайте, мы там не все осмотрели. Там остались двери, которые мы не вскрыли. Скорее всего, где-то есть ключи. Но на этом этот выпуск давайте завершим. Я надеюсь, что он вам понравился. Надеюсь, что вам понравилась эта игра. Продолжать будем в следующем выпуске. Меня игра очень зацепила. Она очень классная. Вы посмотрите, как все прорисовано с любовью. Как все сделано. Управление очень классное. Очень интересно вот это здесь все по стелсу проходить. Я так понимаю, что здесь будет RPG составляющая. Потому что здесь есть всякие задания. У нас есть всякие навыки. Много всего будет интересного. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Напишите свое мнение, пожалуйста, об этой игре в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре. А также другим играм. Всем удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске. Слушайте, я так рад, что Steam мне предложил рекомендованную эту игру. Что, блин, я ее с удовольствием пройду. Надеюсь, что вы меня поддержите лайком и просмотром. Удачи, пока. Увидимся в следующем выпуске.